С 4 по 6 октября АСБЕС примет участие в ежегодной всероссийской тренировке по гражданской обороне. В ходе учений отрабатываются действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ежегодные учения по гражданской обороне начались в АСБЕСе в 6.15 утра. В это время был получен сигнал о проведении тренировки и началось оповещение руководящего состава гражданской обороны. В 8 часов в актовом зале администрации города руководящему составу была зачитана легенда учений и поставлены основные задачи. Хочу всем еще раз напомнить, что сегодня идут командно-штабные учения. Но наша страна с вами знает, что подобные учения в любой момент могут перевести к боевым действиям. Поэтому я бы хотел, чтобы вы с своими сотрудниками достаточно ответственно подошли к этому выполнению этого задания и пониманием ситуации, которая находится вокруг нашей страны. Согласно легенде, введение новых санкций в отношении России обострило обстановку. На границах с соседними государствами проходят крупные военные учения, активизировались бандформирования. Скрытно под видом проверок на объектах страна переходит на военное положение. В течение трех дней участники учений будут отрабатывать действия по решению задач гражданской обороны и по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время. Исходная обстановка к началу тренировки. Согласно прогнозу на территории Российской Федерации, в четвертом квартале 2016 года сохраняется высокая вероятность возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Наиболее неблагоприятные сценарии развития природных пожаров, обусловленные превышением климатических норм температур в среднем на 2-4 градуса и выше, и значительно более 50% уменьшением количества отсадков осенью 2016 года прогнозируется вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, химически опасных объектов и социально значимых объектах с массовым пребыванием людей. Война, война и обед по расписанию. Сотрудники ТОП разворачивают передвижной пункт питания. В случае чрезвычайной ситуации или катастрофы техногенного либо природного характера, он обеспечит горячим питанием спасателей и эвакуированных граждан. Можно приготовить сразу два блюда. Это минимум. Первое и второе. Ну, сколько здесь? Четыре емкости входит. Значит, можно еще компот варить, чай. Проверяет уровень выполнения поставленных задач начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Азбестовского городского округа Евгений Киршин. Цель данного мероприятия какая? Напомнить обслуживающему персоналу, так сказать, навыки обращения с этим передвижным пунктом питания, отработать их умения, что нужно делать, как нужно делать, в какой последовательности. То есть, вот видите, здесь мы имеем в наличии полевую кухню, в которой будет готовиться пища. Значит, место выдачи хлеба, чая, ну и место приема пищи. Ну и плюс автомобиль, так сказать, условно, конечно, загруженный продуктами питания. То есть, в общем-то, судя по всему, данный подвижный пункт питания развернут вовремя, в нужном месте, в установленные сроки. Персонал собрался и готов к действию. Всеобщая всероссийская тренировка завершится 7 октября. По ее итогам МЧС России подготовит предложение по развитию системы гражданской обороны. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова